здравствуйте дорогие друзья я час назад посмотрела видео одного из очень известных на ютюбе блогеров ильи варламова у него несколько каналов как я понимаю миллионы подписчиков тему он затронул животрепещущую по моему его видео называется почему грязно в россии вот ну то есть тема грязи мусора вот такая вот почему мне а он объехал весь свет весь свет вот и повидал много стран и каждый раз он отмечал чисто грязно как благоустроены дороги как вообще жизнь обустроена в разных странах сравнивает с россией он молодец честно говоря потому что ну конечно разумно брать какие-то хорошие достижения из разных стран и применять это не вам тут красивый антураж хочу создать но вокруг меня розы боюсь уколоться вот он молодец он подмечает зорким взглядом все самое хорошее в разных странах и говорит что это нужно применять вот кто же с этим будет спорить но друзья вот мое мнение что не все зависит от людей конечно многое зависит от жителей страны если каждый например как свинья будет бросать мусорить вокруг себя то конечно чистоты не добиться но есть такие вещи которые должны 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 власти государства организовывать масштабные вещи понимаете вот и в своем рассказе сегодня я хочу тоже с вами поделиться наблюдением о о том почему сша у нас чисто я как бы все время слушала илью рассказ ильи а россия других странах и мысленно у меня пошла работа в мозгу что а как вот у нас сша все это обустроено о чем он говорит вот он конечно как профессионал он же по своему образованию архитектор ему тема благоустройства допустим дорожек дорог городского пространства парков для него это все близкая тема он говорит на эту тему как профессионал я же с вами хочу поделиться своими мыслями наблюдениями о том что мне нравится в моей стране проживания сша по поводу того как люди добились что они живут в чистоте вот ну вообще надо сказать что не нужно долго прожить в этой стране чтобы понять что жизнь в городах пригородах и загородной местности сша кардинально отличается от российской вот допустим в городах люди живут платят большие суммы ежемесячные это я говорю в большинстве случаев ну это широкое применение этому существует что горожане платят если они живут в блоках то есть многоэтажных домах или в своих домах управляющие компании собирают с них ежемесячную плату но друзья вот что очень важно эти деньги не разворовываются они идут по прямому назначению если на уборку территории значит именно на уборку территории деньги немалые там 200 долларов 300 долларов 400 долларов 500 600 700 бывает что и 1000 долларов если это какое-то закрытая комьюнити где много там развлекательных центров каких-то бесчисленные бассейны очень хорошо обустроена территория то естественно цена за это обслуживание и содержание больше ну сша это страна на десятом месте по уровню доходов поэтому многие американцы могут себе позволить тысячу долларов и даже больше они знают что они заплатят эти деньги но взамен получат то что полагается им получить чистоту и красоту окружающего их пространство вот да факт немаловажный что деньги не разворовываются а идут по прямому назначению на содержание чистоты благоустройства красоты удобства и так далее вот ну вот это первое отличие платят то и россияне ведь за уборку территории но я 99 процентов я уверена что деньги разворовываются и напрямую их использования остается очень немного поэтому и соответственно убираются улицы и дворы вот так что откуда же грязи взяться если американцы платят ежемесячно на то чтобы их территория содержалась чистоте вот за вывоз за вывозку мусора вот и получают в ответ на свои уплаченные деньги хороший сервис я живу за городом друзья у нас люди сами занимаются своими участками придомовыми единственное что и у нас нет каких-то благоустроенных как сказать большого благоустройства нет у каждого есть своя резиденция вот и каждый ухаживает за своим участком но есть конечно я должна оговориться что можно нанять работников они будут стричь газон это да сейчас скажу 50 долларов одна стрижка газона и обычно компании обслуживающие стригут газон два раза в месяц стоит 100 долларов обходится нашим местным жителям стрижка газона вот ну кто-то стрижет сам я стригу сама вот можно также по твоему желанию оплатить оплачивать вывозку мусора мы вывозим сами и так как мы это делаем сами я не знаю к сожалению сколько это стоит чтобы вам рассказать вот но хочу подчеркнуть жив живем мы за городом вдали от больших городов вот вдали от больших городов но несмотря на это то что например у нас на улице 13 домов если человек оплатил за вывозку мусоров вот это вот грузовик мусоровозка она приедет и к нам в глушь у нас на и баку соседство находится или с обдивижен иначе называется приедет и к нам к тому человеку который который оплатил за вывоз мусора мы находимся в лесу понимаете вдали от больших городов вот этот факт для меня удивителен что заплатить любой каприз за ваши деньги и будет у вас вывоз мусора поэтому откуда у нас грязь вот у нас чисто посмотрите моё видео я дам ссылку она всплывет на экране посмотрите кому интересно вот я как 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 я уже сказала и я живу в луизиане это один из беднейших штатов вот посмотрите как у нас выглядит свалка мусорная это то место куда мы сами с мужем отвозим мусор там все чисто и красиво и аккуратно можно равняться на такое обустройство для вывозки и переработки мусора кстати переработка мусора у нас в сша это один из самых самых выгодных бизнесов а может быть даже и самый выгодный я не подготовилась но то что я читала раньше в интернете и слышала это очень очень выгодный бизнес поэтому выгодный бизнес прибыль кто занимается этим бизнесом есть и они тратят на улучшение условий для сбора мусора это сказывается на нас на простых жителях вот илья варламов в своем видео он рассказывает что в очень многих странах включая россию неправильно строятся обустраиваются пешеходные дорожки если пешеходная дорожка проходит и по бокам у нее газоны то газон должен быть ниже то есть происходит так ну вода как известно она я я без архитектурного образования но я все прекрасно понимаю вода всегда стремится в самую низкую точку если пешеходная дорожка будет над газоном то вода будет естественным образом утекать на газона они наоборот с газонов вот это земля там откуда грязь берется до когда газон выше чем пешеходная дорожка у нас в городах мало пешеходных дорожек за городом их еще меньше вот у нас вот только грунтовая дорога потому что у нас немного жителей я хочу рассказать как как происходит уход за нашей простенькой грунтовой дорогой кстати начну я с того друзья что я даже показывала снимала видео показывала что вот посмотрите строится у нас значит обустраивается место для продаж земельных участков начинается у нас дороги это место и обустройство потом уже всякая электрика там водоснабжение так далее с дороги я показывала дорогу она грунтовая щебенкой посыпанная вот простенькая дорога асфальт нам никто тут не положит потому что не так много у нас жителей мы как сказать ну мало а для того чтобы проехала машина эта грунтовка вполне пригодна вот она эта дорога самая обычная грунтовая никогда не бывает я 17 лет живу чтобы она была не ну не проезжей допустим после ливней что невозможно развезло ее невозможно проехать а почему ее не разводит ну потому что соблюдались все правила дорожного строительства как я понимаю я вот тоже не специалист по дороге но она выше чем ландшафт есть окружающая дорога на возвышение поэтому дождевая вода тоже сходит в более низкие места на обочины так и второе правило как как я понимаю здесь соблюдаются при обустройстве даже самых простеньких грунтовых дорог сельской местности это я видела огромные такие большого диаметра дренажные трубы под дорогой прокладываются вот чтобы дорога не разрушалась чтобы вода уводилась от дороги а как я уже упомянула в городе да у людей там есть выбор конечно от 200 долларов там бывает наверное даже 100 долларов такая месячная плата за то чтобы обслуживающая компания содержала в порядке и чистоте и вывозила мусор вот месячная плата у нас нету месячной платы за подобные услуги потому что мы каждый сам у ухаживает за своей территории из общественного пространства у нас вот только это общая дорога грунтовая но друзья если продолжить тему про уход этого общественного пространства в виде нашей дороги время от времени ее грейдером выравнивают выравнивают чтобы она была ровной и подсыпают новую щебенку камень за этим следят мы за это не платим а кто же за это платит а это деньги из налогов из местного бюджета и что немаловажно сказать значит деньги то из местного бюджета идут по назначению на обустройство например дорог и даже в такой глуши на таких улицах где 13 домов в лесу за этой дорогой следят эту дорогу подравнивают там улучшают время от времени вот люди платят налоги но налоги идут опять же по прямому назначению деньги из местного бюджета не растронжириваются и разворовываются а вот как соблюдается чистота и как и как достигается красота сша вот известны своими дорогами сетью своих дорог вообще страна сша это страна автомобилистов все за рулем все американцы за рулем от мала до велика если присмотреться я это делала я это видела как укладываются газоны вдоль дорог друзья ну сама дорога тоже на высоте по сравнению с обочиной да еще есть колеи для водосбора вот а вдоль дорог даже не федерального значения а просто шоссейных дорог у нас в большинстве в подавляющем большинстве укладываются выращиваются и содержатся рулонные дорогущие по себе стоимости по сравнению со всеми остальными газонами рулонные газоны это могут быть травяные газоны это могут быть цветочные газоны вот они подстригаются ну не тракторами такими как я там или другие частные резиденты используют на своих придомовых участках это полноценный трактор и позади него широкое устройство такое которое сразу большую площадь может косить но это понятно что техника в помощь людям но вы знаете дорог в США много и этих газонов рулонных много и вот представьте что все эти площади регулярно подстригаются по-моему это немыслимая работа но она проводится то и дело вот я когда еду как владелица авто я вижу что ну и результат вижу и во время иногда во время козьбы вижу как косятся эти рулоны мало ведь мало того что они укладываются первоначально это в огромные суммы выходит но и ухаживаются они у нас нет каких-то бурьянов борщевиков повсеместно вот красивые ровненькие газоны и стригутся они по-моему только 3 месяца в году вот например декабрь январь февраль они не стригутся все остальное время года газоны вдоль дорог подстригаются когда я учила друзья правила дорожного движения для того чтобы сдать на права у меня вот рот открылся от удивления когда я узнала что максимальный штраф за сильное замусоривание вдоль трасс 5000 долларов вот такие огромные деньги вот но это за максимальный штраф и за большое замусоривание понимаете если там кто-то с грузовика что-то скинет вот ну вот все равно есть такие нерадивые автомобилисты которые им запросто выкинуть там допустим пластиковую пустую бутылку из окна на обочину там какие-то обертки от еды вот и постепенно постепенно бытовой мусор на обочинах конечно скапливается от этого никуда не деться что делают у нас в США вот этот бытовой мусор каждую бумажку каждую бутылку вручную собирают заключенные они в таких их легко увидеть распознать они в оранжевого цвета робах вдоль дорог собирают время от времени я видела собственными глазами поэтому чистота достигается не ухожу далеко от темы чистоты красоты вдоль трасс и на самих трассах вы знаете сходить в туалет автомобилист может у нас в стране или на специально оборудованных и предназначенных для отдыха площадках они называются у нас rest area они построены у нас в стране с соблюдением норм для по здоровью вот просчитано что например я не помню сейчас точно два часа что ли или полтора забыла вылетела из головы что должен через эти промежутки времени водитель отдыхать поэтому rest area зоны для отдыха они построены вот с учетом чтобы была возможность остановиться передохнуть купить каких-то снеков попить воды вот просто отдохнуть размяться там дорожки будут обычно такие зоны отдыха в красивых местах природных там будет озеро или лес ну и там цветы повсюду ландшафт красивый вот обязательно будет туалет вот или у нас значит по законодательству каждая автозаправочная станция должна быть оснащена в ней должен быть общественный туалет это закон для владельцев АЗС вот то есть можно сходить в туалет или в зоне для отдыха или на первой на первой ближайшей по ходу движения АЗС вот туалеты общественные чистые в них стараются соблюдать чистоту украшают их вот и поэтому раз такие хорошие условия подумано придумано для людей условия чтобы сходить в туалет никто не пойдет в туалет где-то на природе или или где-то там ну не знаю где сказать в подъезде здесь вроде все по-другому как-то ну или где-то там под какими-то кустами в городских условиях вот поэтому это тоже тоже способствует чистоте сказала я или нет все общественные туалеты у нас в Америке бесплатные платных просто не существует вот хочу остановиться на таком моменте обычно грязь там где есть бомжи да вот я жила друзья до семнадцати лет до шестнадцати вернее я закончила среднюю школу в западной сибири холодный климат бомжи у нас прятались по подвалам их особо видно не было то есть грязи тоже особо от них не было вот но бомжи бомжи были сейчас я живу наоборот в очень жарком климате заметили вы или нет я вытираю под апрель месяц уже жарко апрель месяц ну и вот а с мая у нас настает жара я была несколько раз в шестимиллионном городе но с пригородами это десяти миллионное поселение город с пригородами Хьюстон десять миллионов вот я в интернете читала что бомжи есть ну вот сколько раз я была а может может быть где-то десять раз я была в Хьюстоне лично я бомжей не видела и я их понимаю невозможно находиться на улице невозможно когда стоит жара это экстримное выживание находиться на улице у нас не только бомжи у нас прохожих как-то там раз-два я обчелся в десяти миллионном городе никто знаете так в развалочку не гуляет из машины вжиг в кафе или вжиг в магазин и обратно вжиг в свою машину то есть из помещения с кондиционером в машину с кондиционером а находиться на улице невозможно ну вот а раз находиться на улице невозможно а кто будет мусорить то от кого будет грязь прохожих нету никто там ничего не кидает вот поэтому и чисто и бомжи куда-то прячутся и вот лично я я еще раз говорю я ни разу ни одного бомжа в Хьюстоне не видела это знаете в больших городах миллионников в Калифорнии где благоприятный климат где даже зимой не очень холодно а летом жары не бывает вот там бомжи есть и от них грязь но рано или поздно эта проблема скорее всего будет решена в начале этого разговора я упомянула что не все от людей зависит конечно друзья вот представьте что бывают чистоплотные люди они не хотят выносить мусор и просто где-то на городских условиях где-то там кучи создавать мусора они бы с удовольствием выбросили мусор в мусорные баки ну а если они полные если вывозка мусора не осуществляется как и как ей положено что делать людям я вот про это говорю что не всегда это зависит от людей вот вот я могу сравнить я бывала и в платных парках где въезд в парк плата например хотя бы 2 доллара но с человека берется да и в бесплатных в платных конечно чище намного пляж будет чище территория в парке будет чище вот грязнули есть везде вот я но мой ближайший пляж на который я езжу когда жарко почти каждый день в хорошую погоду вот он бесплатный поэтому там мусор встречается вот вы знаете зла не хватает и стоят баки и мусор вывозится нет все равно это самое дети там и взрослые мусорят оставляют на пляже мусор я вот этого не понимаю рядом стоят баки пожалуйста и все равно люди мусорят поэтому это конечно доказывает что и от людей зависит насколько вокруг нас чисто и красиво ну вроде бы все что я хотела сказать я сказала я сейчас наверное растаю поэтому я побегу в дом с кондиционером буду загружать для вас это видео созданное мной по горячим следам спасибо тебе Илья Варламов очень классный блогер я все его видео в основном смотрю вот все темы у него интересные вам тоже советую если вы не подписаны на него не смотрите то сходите на его каналы основной его канал по-моему так и называется Илья Варламов а вот то что я сегодня рассказываю вам о чистоте как достигается она в моей стране проживания в США я посмотрела видео на канале Илья Варламов моменты по-моему вот так называются вот теперь вот пчела ко мне прилетела в общем пошла я друзья загружать для вас видео посмотрите послушайте напишите свои мнения что для вас показалось удивительным интересным а может быть и новым я буду очень рада всего вам самого доброго до свидания до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч